Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Эй, люди! Алло! Есть тут кто-нибудь? А-а-а! Есть! Один есть! Ха-ха! Пришёл час расплаты! Городок с расплатой Эй, ты чё? Алло! Попался ворюга? Школу хотел обворовать, да? Опять, Икута! Это от страха! Всё! Это на весь день! Вы что, сумасшедший? Не скорблять меня! Я при исполнении Я охраняю Веренный мне объект Я школьный сторож С лопатой? Чтобы охранять У настоящего сторожа Должно быть Оружие Угу Если бы у каждого сторожа было оружие То в этой стороне остались бы одни сторожа Так, здрасте Куда? Куда прёшь? Чё надо? Гражданин Гантелькин Ну? Ну, я по поводу вашего конфликта С женой А вы откуда? Из Жака? Из полиции? Откуда тогда? Я из ООН Из Организации Объединённых Наций Чё? Что же вы руки-то распускаете, Гантелькин? Вы почему жену бьёте? И поскольку её неоднократные обращения в полицию Не привели к ликвидации конфликта Она была вынуждена пожаловаться на вас в ООН Организацию Объединённых Наций Ха Она бы ещё в Центральную прачечную пожаловалась Идите всем по-добру, по-здоровому А жену, а я вообще Никогда пальцем не обидел Клянусь её здоровьем Не бьёте, значит? Нет ООН должна за этим понаблюдать Да наблюдайте себе Это дело ваше То есть вы не возражаете против наблюдения? Нет Пожалуйста, подпишите Вот, не возражаю Банделькин Благодарю Проходите, господа Велкам Кашки липсиздар Как у вас говорят Кашки липсиздар Кашки липсиздар Кашки липсиздар Кашки липсиздар Салам алейкум Это ещё кто? Кто это? Международные наблюдатели ООН Поживут у вас тут пока В зоне конфликта Понаблюдают Как это? Учего? Мандат у них, значит, пока На шесть месяцев Ну, а там уже видно будет Кашки липсиздар Кашки липсиздар Алё Вася Ну, чё Киргизов Я свои стройки На полгода пристроил Ещё двадцать китайцев Да поселю не вопрос Вы что? Какой я вор? Просто Учили, что тут? Зашёл Посмотреть Ах На свою голову Ты здесь учился? Угу Ну, подожди Опа-на Хе-хе-хе Витька Токарев, что ли? Да Ёлки-пал Я Виктор Иванович Токарев А вы кто такой? Сыск Я ж тут один А Тянься А мы Серёга Ручкин Ты чё? Ха-ха-ха Ну Ты чё, забыл, что ли? Ну, чё, тебя память отшибло Я ж вроде не так сильно приложился Что-то припоминаю Любимец Всех девочек школы Ну да Есть такое немножко Есть у меня такой талант Хе-хе-хе Слушай А ты же потом Ты ж на Светке женился, да? Хе-хе-хе Извини А помнишь, она мне На выпускном вечере Она мне орала Пожалеешь ещё, Серёженька Что ты меня бросил Я за Витьку замуж выйду Хе-хе-хе Да Светлана Васильевна Стала моей женой Первой А Слушай, а я потом, честно говоря Немного даже жалел Что я на ней не женился Я тоже Потом очень сильно жалел Что ты на ней Не женился Ричка, ну секундочку Ричка Один Личный вопрос Извините, Виктор Ильич Очень много работы Ну почему? Ричка Здравствуйте, Виктор Ильич Я жена Филькина Вашего сотрудника Да А я тут при чём? Виктор Ильич Мой муж Прекрасный работник Но вы уже много лет Не даёте ему повышения И вот я решила Ради него В общем Пожертвовать собой В каком смысле? В прямом В прямом Ради такого мужчины Как мой муж Любая женщина Готова пожертвовать собой И вот я здесь Перед вами Готовая на всё Я не понимаю На что вы намекаете? Бросьте вы Это же старо Как мир Вы его начальник Я его жена Ну и если вы Со мной Тогда вы точно Дадите ему повышение Постойте Значит вы готовы Пожертвовать собой? Да Прямо сейчас И прямо здесь Точнее И здесь Да Или и здесь Или И здесь Или И здесь В общем Жертвовать Так уже жертвовать Минутку А вы не могли бы В качестве жертвы Развестись Со своим мужем? А? Зачем? Ну чтобы он Женился на нашей Сотруднице Ириточке Но зачем? Ну вы же сами говорите Что любая женщина Ради вашего мужа Пожертвует собой И что? Так может быть Ириточка Собой пожертвует Ну в этом смысле И тогда Старый друг Старый друг приехал на меня посмотреть Я готовлю доклад Я готовлю доклад правительству Ну Да Ну Ты всегда любил докладывать Раньше Все время Стучал учителям А теперь Значит Правительству Такой маленький А я тут бассейн Бассейн Так Что Петр Андреевич Я не могу больше Не могу Слушайте Читов Работа Что есть работа Ведь именно вам Удалось Совсем недавно Предотвратить Провоз Атрабандой Крупнейшей партии Бриллиантов Который Дрессировщик Хлысток Повестил В желудок Шимпанзе Да Он вез На гастроли С границ Шимпанзе А я дал Обезьянки Словительные А потом Быстро Нашел Бриллианты Ее В этом Ой я даже забыл об этом Ну в общем Нашел бриллианты Да вы же у нас лучшие Вы лучшие В этом Но Тогда же Ему удалось Нас провести Мол я ничего не знаю Обезьянка сама Где-то что-то нашла И скучала Вот Ну да Ну Так что И что И опять дадим ему оставить нас В дураках А Вот барбарис попался там Можно не рассасывай там А Дадим Дадим уйти Преступнику от ответа Он же опять собрался на гастроли Вон там сидит Абово утра он Нет конечно Ну не могу я больше Ну Я могу Тоже Я же с утра только Вот этим и занимаюсь Слушайте Ну Ну Идите ищите бриллианты мне Ну Нам Верим В чем проблема Проблема в том Что на этот раз Он везет За границу Не шимпанзе А трех Бегемотов И слона Главное Сслабительного Хватило Ну Бороться Искать Найти И не сдавать За Ну Ха Дух А помнишь Как мы этому скелету Усы Прилепили И получился Вылитый наш завуч Да Как мы его называли Качей бессмертный Да 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 Как он кстати Жив Да это же он и есть Шуч Да ладно шучу Шутки у тебя Он ведь как Наш завуч На пенсию Вышел Так и помер Очень быстро Да От чего Ну от того же От чего все учителя Помирают От пенсии Сказка Как шапка Невидимкой Стала Ау Ау Люди Ау Есть тут что нибудь Или нет Вообще Че орать то Ходят тут ходят Никакого покоя Пенсионеру Пенсионеру А на вид дед Ты больше на бомжа похож Какая пенсия Такой вид Не заботитесь вы о нас О стариках Че ты скулишь Не скули Ты лучше помоги мне В царство Качей бессмертного Пробраться Хочу Василису Прекрасную К того Чего Освободить Короче Еще один Герой Выискался Одному Бабушку Егуб Давай Другому Кащея Все Нас Пенсионеру Хотят Чего Ну Обидеть Короче А главное Что все Через мой лес Норовят Что Другой дороги Нету Че ты скулишь Ты не скули А помоги мне Вот говорят У тебя Шапка Невидимка Есть Волшебная Ну Дай мне ее Чтоб я мог В царство Кащию Бессмертному Незаметно Пробраться А то Вот так вот Можно и отгрести Однимаешь Прошу По хорошему Пока Ну так и быть Дам я тебе Шапку Невидимку А ну Держи Добрый молодец Это Точно Шапка Точно Ох А Невидимка Да Ну И шо это за Шапка Невидимка Я же вот Себя вижу Неправильно Надел А как Надо вот так Давай Помогай Каша А Теперь что Нибудь Видишь Не Сейчас Нифига Не вижу Вообще То-то Настоящая Шапка Тире Невидимка Волшебная А главное Что снять ее нельзя Ну-ка Попробуй Никак Ну Бывай Мил человек Ходят тут Пенсионеров И бежают Ты сначала Так сам Попробуй До пенсии Ты живи А ты Витек Я смотрю Как отличником Был Так у тебя И по жизни Все отлично А что ж Ты Из этой Глуши В институт Не уехал Вот теперь За это И расплачиваешься Не за это Не за это А за то Что Директору Кто-то В свое время Ножки У кресла Подпилил А он Ногу сломал А свалили все На кого Ну на меня Конечно Потому что Видели Как я ночью Из окна Его кабинета Вылезал Так они Мне потом Такую характеристику Выдали С ней не только В институт В тюрьму Бы не приняли А что ж ты Ночью делал В кабинете Директора Ну то же самое Что и всегда Ну и делал Ты же помнишь У меня же талант был По амурной части А у него в кабинете Диван стоял Видя роскошный Ну что ты не помнишь Черный большой Такой Потрясающий Ну мы туда Окно же открыто Все время было Ну мы ночью туда Лазали Это классно Классно Это со Светкой что ли То есть Со Светланой Васильевной Да успокойся ты уже Со своей Светланой Васильевной Только сначала Со Светкой А потом все Только с Маргариткой С рыжей этой Ну Маргарита Петровна Это моя нынешняя Жена Слушай У вас это кино Ну вообще Индийское Кино Художественный фильм Чандра Чуча И Чуча Чандра Ах Ах Чандра Чуча Ах мой Единственный племянник Вот и пришел Мой последний час Час Расплаты О дядюшка Я так Опечален Постой Я жил неправедно Я обманывал Обсчитывал Воровал Жил только ради денег Испортил свою карму И все Из-за одной дурацкой ошибки Из-за какой ошибки, дядюшка? Я думал Что карма И карман Слова однокольные И поэтому Мой корень Увял Увял Нет Ваш корень Не увял Нет Ваш корень Не увял Славься Вишну Многорукий Чуча Чандра Завещал Чандра Чуча Многоруби Я Продолжу Рот 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 Наш Не Увел У меня Все Впереди О-о-о-о, нет, ваш корень не увял Есть племянник, чак-дра-чуча Помните, наш татч махал Так я махал намного круче Эх, если б мой корень давно не увял У меня был бы сын, а не племянник. Да не отчаивайтесь вы так, дядюшка. Для того, чтобы исправить вашу карму, достаточно из вашего огромного состояния отложить всего парочку рупий на благотворительность. Почему всего парочку? Потому что у меня, вашего племянника, впереди долгая и теперь уже счастливая жизнь. Постой! Я стою. У меня недавно был мой гуру, и он открыл мне истину. И теперь все мои деньги до последней рупий я завещал не тебе. Как? А благотворительному фонду. Какому? Какому еще фонду? Фонду защиты гималайских тушканчиков. Бедные зверьки исчезают. Их на земле осталось всего 125 миллионов. Это в 10 раз меньше, чем индийцев. Ах, дядюшка Чуча Чандра. Неужели вам эти жалкие зверьки, какие-то вонючие тушканчики, дороже вашего родного племянника, от которого пахнет дорогими благовониями? Напрасно ты так о тушканчиках. Ох, напрасно. Потому что мой гуру сказал мне, что в следующей жизни, после реинкарнации, я буду именно гималайским тушканчиком. Вот тут и живу. А чего? И правильно. Правильно. В жизни за все нужно расплачиваться. А чего? Не всегда. Вот если бы я отсюда не удрал, жизнь моя сложилась бы, как у тебя. Это же я тогда директорскому креслу ножки подпилил. Ты? Да. За то, что он мне в аттестат четверку влепил и медали лишил. Выходит, это ты тут, потому что за меня расплатился. М? И ничего. И нормально. Нормально. Кто знает, кому, когда в жизни какая расплата наступит. Ну, мне пора. Прости меня, Серега, что ошибочка такая вышла. Счастливо тебе. Пока. Черт. Телефон там оставил. Попался, ворюга. Настал час расплаты. Ой. Витя. Тише, что ли? Темно тут. Выходит, и у меня ошибочка вышла. Ах, как хочется вернуться. Ах, как хочется ворваться в городок. Ах, как хочется вернуться. 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 Продолжение следует...